Привет, друзья! 21 год был очень интересный и непростой. Многое из того, что я планировал у себя в деревне, сбылось. Во многом это происходит благодаря вам, моим зрителям, которые своим вниманием к моим видео мотивируют меня развиваться и двигаться вперед. За 21 год на канале появилось 61 новое видео, а всего их уже более 280. За этот год количество подписчиков более чем удвоилось, и теперь нас около 6,5 тысяч. Спасибо, что подписываетесь и смотрите мои видео. Более 3 миллионов минут вы, дорогие мои зрители, оставались со мной на канале в 21 году. За этот год вы сделали более 1000 комментариев и поставили более 12 тысяч лайков. Еще раз огромное спасибо. Спасибо, что остаетесь со мной. В этом праздничном видео я собрал все, что происходило в 21 году в одном видео, чтобы мы вместе с вами вспомнили, как это было. Поехали! За год, а прошел ровно год, я очень сильно продвинулся в строительстве. У меня есть дом, полностью отделанный внутри, с подведенными коммуникациями, за исключением газа, с электричеством, с водопроводом, с канализацией. Остался маленький шаг. Тепло, заезжай и живи. Если два слова сказать о планах, то вот она, эта банька, которую все-таки я хочу оживить и реанимировать. Отдельных слов хочу сказать про свой сарай, который тоже был построен примерно когда и баня, где-то в начале 90-х. Сейчас стоит признать, что сарай, конечно, выглядит позорно. Он морально и физически устал. Приехал домой, друзья. А тут холодрыга. Ну, уже пять. Наши весенние мечты отпраздновать Новый год в деревне в этом году не сбудутся. Буду прилагать все усилия для того, чтобы майские праздники можно было здесь провести. Ну, а вот на первом этаже ручки и готово. Кем мне сегодня только не довелось побыть? Установщиком замков был, установщиком плинтусов был. Теперь займемся теплым полом. Каждый раз, когда отдаешь электрикам деньги за выполненную работу, думаешь, может, сам бы сделал. Жалко денег отдавать. А вот когда вот так вот поковыряешься, понимаешь, почему у них труд столько стоит. Все хорошо, хорошо, я заборю. Маляры должны быть самые спокойные люди на свете. Такого умиротворения, как в этой работе, мне кажется, больше нет нигде. Ну, естественно, когда ты платишь деньги, ты требуешь качества работы. Но по-настоящему понимаешь, чего стоит это качество, тогда, когда начинаешь делать что-то своими руками. Не знаю, как у вас, а на меня дача действует, как наркотик. Жду выходного, аж ладони зудя. Да, питьевой водички у меня, похоже, сегодня нет. Поэтому сегодня чай будем не пить, а грызть. Все, что нужно, у меня есть. Руки есть, инструменты есть, материалы есть. Времени только мало, но постараюсь его использовать рационально. В момент забивания приподнять вот эту провислую стенку. Работал в гиночку, друзья, есть одно очень важное преимущество. Ничто тебя не достает советами. Сам думаешь, сам делаешь, сам принимаешь решения. Это то, что надо. Кто со мной согласен, ставьте лайки. Нафига тут вторая дверь не пойду. Ну, по крайней мере, хоть стенка будет ровно. Смотрим. Отлично. Когда заготовок нарезал, дальше все идет, как по конвейеру. Ну, теперь это точно последний кусочек сайдинга на сегодня. Да и вообще все на сегодня. Проходик получается вот такусники, всего 30 сантиметров. В итоге я остановился вот на таком варианте. Здесь у меня будут полки. Здесь у меня будут полки. И вот тут посередине будет штанга. Опа. Что-то захрустело. Ну, вот и установил я полочку для шапок. Как я ее сам называю. Краска предназначена для работы по температуре не ниже плюс 5, сейчас минус 3. Что из этого получится, я сам не представляю. Ощущение весьма необычное, как будто бы наносишь пластилининг. Сантехником я давно не был, поэтому сейчас опять придется все вспоминать, как и что делать. Для кого-то это катаклизм и ужасная погода. А для меня, ребята, это приключение. Внутри дома 9 градусов, на улице 12. Утром было 15. Ну, не так сильно и отличается. Вот вода опять замерзла. Пойду поставлю в холодильник ее погреться. Моя теория отогреться в холодильнике не сработала. Я смотрю, здесь и соленья тоже замерзли. Не прошло и часа махания лопатой, как у меня появилась вот такая вот тропинка. Конечно, сравнение с тем, что было год назад, когда снега не было совсем. Небо и земля. Сегодня мое жилище выглядит, мягко сказать, пустовато. Не буду говорить неуютно, потому что как оно может быть уютным, когда еще нет мебели. И все те коробки, которые вы видели там внизу, превратятся в мебель. Казалось бы, вот такой маленький вентилятор тепловой. Но в отдельно взятой комнате уже тепло и уютно. За окном зима, снега по пояс. Ну, а я, пожалуй, рискну снять куртку в дышатку. Ну вот, будем теперь передохнуть. Как вы сами видите, все так и задышало уютом. Теперь уже проверим готовые изделия. Уры. Ну вот, еще одна кроватка готова. Сегодня наступает календарная весна. А там и до огородной весны недалеко. А уж когда огородная весна настанет, будет не до мебели, это точно. Поэтому, друзья, ускоряюсь как могу. Шкафчик повесил, раковину перевесил, полотенцесушитель поставил на место. Он даже тепленький, уже греется. Так что, если в прошлые выходные я перевоплощался в сборщика мебели, то сегодня я электрик. Какое-то прям немецкое кино получается, а не деревенский блок. Вот она, дырка в дом. Ну вот, друзья, вот так вот, как в сказках, которые я смотрел в своем детстве в передаче «В гостях у сказки», собрался мой шкафчик. Вот у меня была такая пленочка. Я ее аккуратненько положил. А теперь, как показывают в видео, нам надо клеевой слой расплавить. Ну что же, давайте посмотрим, что у нас получилось. Брюки превращаются. Оп! Не знаю, как вам, друзья, а мне очень нравится. Ну и как вы сами видите, все мои импровизированные верстаки, которые делались лет 30 назад из каких-то старых непонятных досок и вбитых в землю труб, пошли в утиль. Первое, что мне предстояло сделать, это поднять гараж, выставить его по уровню и, наконец-то, оторвать его от земли. Потому что негоже металлическому гаражу просто лежать на земле и ржаветь. Сеточка заняла свое достойное место. И тут я вспомнил про свою бетономешалку, которая несколько лет подряд пылилась у меня в этом же самом гараже, в разобранном состоянии. И о счастье, я договорился с двумя людьми, которые за приемлемую для меня цену готовы были мне сделать эту работу. и работа закипела. Можно двигаться дальше. А дальше, следующий этап, это продвение стеллажей. Все, ребята. Ура! Заработало! Я сделал еще один проем, которого не было в проекте. Так, ребята, меряем первую заготовку. Как мне самому кажется, получилось весьма неплохо. Крепко, надежно. И достаточно просто. И сегодня, ребята, эти старые кровати превратятся в столярный верстак для моего гаража-мастерской. Когда-нибудь я смогу гордиться своей работой сварщиком. Ну что же, как говорил мой один знакомый хирург по фамилии Недорезов, все лишнее отрезаем. Итоговые палочки. О, как здесь и была. И это тоже встало на место. Столешница готова, ребята. Можно плясать, хочу вам сказать. Держится крепко, ничего не шатается. Еще вчера это была пара старых пионерских кроватей с панцирными сетками, которые можно было сдать в металлолом за 500 рублей. Обрезки досок, из которых можно было сделать шашлык. И кусок ненужного линолеума. А теперь это получился прекрасный верстак. Я решил упереть свой каркас. А пристройка как раз таки будет из каркаса. Упереть вот сюда, вот в эту часть бани. Мне кажется, хорошее решение. Посмотрим, как оно выйдет на практике. Основным изменением подвергнется вот эта часть, а точнее печка, которую я сдвину вот сюда. Бегут, 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 бегут. Смотри, куропатки. Полетели. Полный привод меня спасет. Ну, а не спасет, значит нам не повезло. Значит, пойду за трактором. О, ребята, проехали. Ребята, вы видели? И это всего 30 километров от города. О, ничего себе, какой красавец. Вот это да. Это подосиновик даже. Ребята, удивительно. Но все самые лучшие грибы попадаются. Вот, смотрите, поле. И вот он беленький растет. О, хорошее. О! О, ну вот это совсем другое дело. Моя избушка на курьих ножках приобрела все свои курьи ножки. И промежуточные, как я и планировал сделать. И пристроечку я свою поднял. А посуда вперед и вперед, по полям, по болотам идет. Я себя поймал на мысли, что вот это вот для меня тоже такой конструктор для взрослых. Только все в заправдочное. Если я сейчас вот сюда перенесу столб, то мне тогда там надо обрезать. Но они же одинакового размера. Какая-то фигня получается. Вот это вот та самая комната отдыха будущая, в которой я сейчас нахожусь. Да, давайте с вами пройдем в баню. В самой бане, в общем-то, тоже как бы все разобрано, как вы видите. Для печки готов новый фундамент. И она в скором времени переместится вот сюда вот, чуть правее. Самое главное, ребят, что я вам хочу сказать, что опрыскивание сада из какой-то рутинной, монотонной работы превратилось в работу, ну так, на часок-полтора. Как говорится, смерть всем вредителям. Вот он, ребята, привет из лета. Представляете, 20 ноября. Я все-таки иду в теплицу. Надо выполнить свой огородный долг. Ну, в частности, то, что я пообещал маме. Избавить теплицу от старого поликарбоната. Потому что выглядит она, конечно, уже как будто бы побывала в атомной войне. Ну что же, у нас то солнышко светит, то идет грибной снег, как сейчас. Ну вот, а мне тем временем осталось прибить всего одну доску. И, по сути, лаги пола закончены, ребят. Можете меня с этим поздравить. Я так увлекся пристройкой и деланием полов пристройки, что я совсем забыл про основную часть бани. Тут вообще нет полов. Блин, для меня это, конечно, вопрос. Потому что доски-то я сюда не посчитал. Когда на улице дождик, ребята, самое лучшее, когда у тебя есть гараж с крыши над головой, где светло, и можно что-то делать. У меня есть новая тачка, которую надо собирать. И у меня есть старая лавка. Где-то у меня получается ровно, где-то у меня получается не очень ровно. Ну, как у каждого из нас, наверное. Люблю утром работать, ребят, потому что голова свежая, сил полно. Но всё получается совершенно иначе. А сейчас мы узнаем, пройден тест на криворукость или нет. Так, здесь идеально. И здесь идеально. О, ничего себе! Ого! Ого! ну вот и все ребята четвертая стена на месте первый раз мы будем переживать в теплом доме за мороза больше 20 градусов а я пока не понимаю готов мой дом не готов тонкая китайская электроника ребята российские не очень прямые руки не всегда друг с другом совпадают ура что-то происходит 22 и 2 ну вот друзья все заработала слава богу пипец как говорится подкрался незаметно начал мыть руки а вода то льется мимо они в канализацию но вот здесь вот провисла и вниз как поработав немножко газовой горелкой деревянным домом я решил передать привет пожарной службе ленинского района тульской области и свалить отсюда как можно скорее с этой газовой штукой ребята пусть она уже накалилась до красна надо полностью эту штуку снимать и скотчем в круговую обмотать но вообще конечно такие нельзя заканчивать просто так взять собрать инструменты пойти домой и пойду к разведу костерок и сделаю себе на ужин шашлык вот это будет хорошее окончание вечера если вы досмотрели до этого момента вы по-настоящему мой самый преданный зритель большое спасибо вам за это поздравляю с новым годом счастья и мира здоровья и благополучия вам и вашим близким новым году пока друзья